Вот у меня с собой альбом. В этом альбоме у меня есть такая фишка, изгадай, не сдавайся. Это не я придумал, это придумал какой-то блогер, не знаю кто, художник. Лягушонок, которого хотят заглотить, все-таки держит за шею аиста. В последний момент он останется живым. А что вы видите? Я в этом альбоме постоянно собираю мысли. Это называется мысли к художнику. Таких альбомов у меня много. Я постоянно их собираю, рисую. Почему-то мне не веря, а на камеру показывай. Это как записная книжка. Эскизы, и с собой. Вот еще вот, например, у меня появился начальник Моря. Какой-то, что далекий, какую-то там нарисовал. Это альбом, что не закончится. Вот обратите внимание, как мы рисуем углем, да, с Александром Лицником. Мы будем в следующий вторник с вами рисовать углем. Я рисую очень быстро, собираю материалы, работы. Потом с них сочиняю картины. А в этих альбомах это называется личная записная книжка или альбом. В году сделан не эскиз, а картину я пишу сейчас. А вот, например, А печеный рисуем на углем? Это тушь первого, можете взять руки и посмотреть. А мне покажи, мне покажи сничим. А вот, например, маленький рисунок на картоне. А потом, вот в этом году, неожиданно выпал снег, и я этот хвостик написал, листочки падают. Мне покажи, мне, мне. На картинке. Мне покажи. Все просто. Это материал. Но чтобы создать такую работу, вот гуаши, и я домешиваю иногда акрилы, ну, в самом гуаши работаю. Это, значит, мы берем уголь. Я буду работать углем, показываю. Насчет вот этих эскизов, когда вы путешествуете, вот обязательно заведите альбом. Заведите какой-то кусочек, где вы будете собирать этот материал. Я путешествую постоянно, но альбом у меня с собой. Маленький есть такой, чуть побольше, большой. Есть сложные альбомы. Я иногда реагирую на то, что в окружении, какая-то окружающая посереданция. Я очень жестко реагирую на это. Но это не только я. Так реагирую. Делаем композицию. Смотрите, как я делаю композицию. Повторяйте. Чуть ниже, чуть ниже листа. Ну, ты же молнии. Середина листа. Может, и это... Галенту, и я показываю речушку. Это река-исток. Ресток. Где я живу. Где я живу. Я это место знаю. В этом году я не смог написать. По эскизам создал. Потому что была сильная вода. И этот мостик снесла вода. Вот так давайте. Я буду делать очень быстро. Останавливаться не буду. Потом я лучше подойду и вам подскажу. Вот. Деревянный гвоздик. Все работаем в разглушенном виде. Два. Три. Четыре. Так. Вот обратите внимание на переднем плане. Я всегда нажимаю. Чуть-чуть угол. Сегодня у нас мастер-класс по гуаши. Мы на картоне будем писать гуаши. Техника гуаши. Второе занятие. Пейзаж. Буду рассказывать секрет работы гуаши по теплому картону. Мы работаем основными цветами черным, коричневым, белым, оранжевым и желтым. Теплыми оттенками. Вот. У нас мэтр наш, учитель. Александр Митцник. Член Союза художников Российской Федерации. Он наносит угольком на картоне рисунок. Именно угол наносим. Мягко, осторожно. В любой непосредственной линии выносится рисунок. Только что пришла посылка. Я получил хулиполитру. Сейчас я буду рекламировать в своей студии. Это уникальная вот палитра. Она белая. Здесь вот таких тонких 50 листов. Вот они гладкие. Сейчас мы на ней попробуем работать гуаши. Что это такое? Как она называется? Хулиполитра. Как она называется? Обычная. Сначала я накладываю белую краску вот сюда. Вот видите, белую. Потом я накладываю желтую. Потом мокрую. Ну, поэтому. Ну, можно теперь вот оранжевую немножко положить. Теперь коричневую краску, смотрите, накладываю. И черную. Вот она, черная краска. Видите, полиполитра. Давайте я вам покажу. Мы же будем работать по сторонам. Мы сегодня-завтра перейдем на масло. С чего мы начнем? Я вот беру вот так вот, смотрите, коричневая. Хорошо, как красочка размешивается. Посмотрите, добавляю охры. Отлично. Смотрите, какие оттенки. Это уже на бумаге так не покажешь. Вот она. Вот она, полиполитра. Видите, как? Вот. Так, погнали. Время пошло. Я работать буду быстро. Раскрою вам. Раскрою. Начнем с кустов дальнего плана. Это называется подмалек. Уголь очень хорошо размешивается с гуашью и получается как бы такая сажа. То есть, почему мы работаем углом? Потому что уголь хорошо размешивается. Купили? Если не купили, обязательно покупайте. Нажается подмалек. Почему мы делаем рыхло? Потому что у нас есть эскиз. Вот он, эскиз. Вот, знаете, как водичка и хорошо кладут. Отлично. Просто великолепно. Никаких проблем. Палитра можно показать. Сейчас я вас круглую. Вот. Я раскрываю большой. Сам мостик мы оставим картоном. Ну, тут еще такие куски оставим картоном. То есть, ты практически все цвета перемешиваешь, какой-то оттенок коричневого появляется, да? Ревалирующий цвет коричневый. Туда намешаны оранжевые, желтые. и охру. Ну, главное, я использую охру светлую. Еще раз говорю, красочки. Когда я выставляю вот такую палитру, всегда внимательно смотрите, что Александр Петрович, какие краски достал. Этими красками мы работать будем. Мы не используем место так называемых ультрамарина и синяя, у нас будет черная. А вот. Вот она, будет черная. Сейчас мы подождем, пока она подстолкнет. Лила не добавляет. Слышали меня, да? Слышали. Водички. Как мы будем писать водичку? Что мы туда добавляем? Какую краску? Оранжевую. Вот я беру оранжевую. Черную. И коричневую. Слышали меня, да? Оранжевая, черная, коричневая. Начинаем работать. Посмотрите как. Мостик я оставляю картоном. Мостик. Мостик я оставляю картоном. Он и у нас и останется. Мостик я оставляю картоном. Оранжевую красочку я добавляю. Если оранжевая с коричневой немножко не сочетается, я добавляю чуть-чуть желтый. Вот немножко желтый. Видите, чтобы водичка плотная. Но без белил. Здесь мы белила будем использовать, а водички не белила и не пользуемся. Почему мы не пользуемся будут? Чтобы вода не была разделена. Чтобы она была плотная вода. Вот она, черная краска. Вот я вам показываю. Черная, оранжевая, коричневая. Вы знаете, палитра шикарная. Вот на бумаге сложнее было. Я считаю, что я буду до 1 июня работать только на такой палитре. И тот, кто ее придумал, он молодец. Ему надо подавить обязательно картину. Гуаш. Вот смотрите, плотно-плотно набираю красочки. Здесь я работаю, уже не плейцы. А такая средняя кисть у меня. Вот она, средняя кисть. Я не работаю уже большой той кистью. Мы раскрыли тут дальний план. Тут сейчас уже средняя пошла. Вот мы водичку как набираем плотную. картон этот я оставляю светлый. Там у нас будет отражение неба. Мы его не будем трогать. Ну а вот само отражение под мостиком я немножко сделаю черной красочкой. Вот такой плотно, видите, черной краской делаю. Самый черный. отлично. За что мне куаш нравится, она имитация масла. Масло на живопись, плотную накладываю. Мы еще мастихином будем накладывать красочки. О, видите, водичка. Так. Вот я в белье добавляю черной краски. Вот она. Чуть-чуть ухолодить ее, да? Вот она, черная краска добавляет. Мы сегодня рисуем вот этот пейзаж. Осенний. Белилы добавляю черной краски. А что, на картоне? В ванной вот отсюда хочу. У нас там противочка работает. Пишем небо. Не чисто белое, немножко добавляем черное. В холодильник это небо. А ближе, ближе к деревьям сюда мы светлее вот я растяточку я светлее. То есть больше белил просто чистый, да? и втираем их потихонечку в картон. И получается теплый оттенок, потому что это был теплый оттенок. Теплый. Значит, белила садятся и получается тепленький оттенок белил. То есть мы используем вот этот цвет картона. Ой, красиво, какой красивый. цвет. Так. Так. здесь кусочек. Большой с синтетической кистью. Мы работаем на этой полипалитре. Вот она здесь. Я ее держу в руках как художественная палитра. Вы знаете, ну, удобная. Удобная. Очень удобная. Я думаю, что вы это... коричневая красочка. Вот она. Ты в кадр не вошел. Мы водичку возьмем водичку. То есть мы в эти белила, которые на небе были, добавили немножко коричневый, да? Да. Чтобы сроднить с отражением в воде. Да, да. Никакого утрамалина нет. Утрамалина нет. Почему я сегодня вам серого услугу? серого был цветовик от Бога. Тонко чувствовал оттенки. Уникальный художник. Давайте я отражение сразу сделаю. Вот так. Это отражение чего? Небушка? Да. А вот этот мостик я не трогаю. Он останется картоном. Мы этот картон используем. Мы немножко доски затонируем чуть-чуть, Не то, что он совсем останется. совсем останется. Немножко затонируем тоненько досочки. Здесь он не затонированный, значит не требуем. Побелее я возьму вот ближе в горизонт и здесь побелее немножко я возьму. Я беру густо красочки накладываю вот так вот видите она перемешивается. Кстати когда мы маслом будем работать это будет уникально. Вот видите я маслом работаю. Ой хорошо как. А тут оттеночек остался тут мы высветляем. Я думаю что для я не вижу ты должен вставить у Мольберта. Вот тут да. Добавляем коричневую краску. Добавляем коричневую краску. Коричневая с черной. Вот она. Ну больше коричневой чем черной. Получается у нас коричневая темная. Вот видите вот она видите я помешал ее сюда вот я ее покажу. Это на этой полиполитре да? Вы знаете еще раз говорю мне нравится полиполитра тонкие листы я знаете давайте я вот вот она мне уже негде мешать вот я her отрываю вот она здесь и оставляю ее здесь я буду дальше пользоваться этим на этой полиполитре я уже показываю вот она темная УмБРа видите вот темная УмБРа Вот так. Как просто все. И сейчас этой темной бурой мы с вами наносим рисунок. Так вот, здесь у нас березка идет. С этой стороны еще какое-то деревцо. Я просто поправляю, анатомию деревьев устраиваю. Мы ориентируемся на этот рисунок, который накануне сделал Александр Митсник как посуде. Это же делописи. Рисует деревья. Он березы, осины, пусты. Вот мы наносим, смотря на эскиз, мы смотрим и работаем с нашим шагом. Рисуем эти деревья, которые у нас на эскизе. Поэтому, если что-то непонятно, что он рисует, можете посмотреть на оригинал и сориентироваться. Поправим, мы поправим. Слушайте, я сейчас смотрю на камеру, вода вообще живая. Вот живая вода. Ты дырочку эту беленькую оставляй под мостиком, там блестит водичка у нас. Поправляем. Вот эта белая встает. Я беру водичку и вот... Там белый просвет сделай. Разбавляю эту пугу. Не сделал белый просвет. Если белый просвет сделай, там бы вообще все светилось. Так, я убрал это все. Теперь я смотрю, где... Ну, я не имею права указать маску. Вот здесь у нас должна быть бережка. Так, вот бережка. Вы сейчас уже не остановитесь. И те дальние деревья. Я добавлю немножко сюда белил. Вот чуть-чуть белил добавляю. Вот это, видите? Полипалитра это 50 листов этих тонких палиток. Они креплены в картонки плотные, поэтому она не продавляется. Очень удобно держать руку, пользоваться. Работаем быстро. Тут у нас березка будет, мы билет белые красочки сделаем. Сейчас эти палитры по всему городу. Все магазины ими торгуют. Разного формата. Есть авторей формат даже. Вот мы и наметили. Теперь я беру пошире кисть. Пошире кисть. Вот смотрите, пошире. Мне же надо пошире раскрыть. Я же наметил их. Теперь я раскрываю пошире. Почему? Вот. Теперь с этой стороны. Не, полипалитра хорошая вещь. Так, у нас дерево. Вот эти березки. Они абсолютно не белые. Они у нас тоненько. Вот это цвет березки. То есть здесь будет светлее белое. А это не белое. Березка не белая. Она никогда не бывает состояния. Гений, что поделать. Так, мы берем новую палитру. Вот я опять чистую палитру. Набираю туда белил. Желтый. И охры. Вот она. Белил, желтая и охра. Вот давайте я здесь показываю. Белил, желтая и охра. Белил, желтая и охра. Белил, желтая и охра. И мы будем писать золотой листок. Еще раз убеждаю. Смотрите, как она у нас будет. Белил, желтая и охра. И используем. А на переднем плане мы только листочки засветим. Тут у нас не будет такого. Что берем? А здесь густенько в портирочку я беру. Так вот, если только касаюсь. Касаюсь. Смотрите, чтобы... Тот дальний план, он немножко... Мы не работаем как акварель, мы работаем густо, как гуаши. Гуаши это излюбленный материал и первого класса, и второго класса, и детского сада, и иллюстраторов, и театралов, и декораторов, и прочее. Материал просто шикарный. Просто шикарный материал. Вот я, видите, как бы немножко дальний план. Выслее. Но мы еще не прописываем рисунок. Мы накладываем... Так, у нас на дальнем плане березка. Я добавлю немножко оранжевый. Вот чуть-чуть оранжевый густенько добавлю. Пусть здесь будет березка. Вот она. Вот она густенько, как я накладываю в карточку. Пока вот этот сам... Как же называется вот этот... Ствол. Да, я пока его не буду аккурат... Я оставлю, потом мы белой красочкой сделаем его. Вот. Тут у нас желтый. Вот мы дальний салат. Теперь. Вот эти... Тут, получается, куски какого-то... Я не знаю, как оно называется. Я там накрасил. Как деревья на дальнем плане. Я их залиссирую немножечко потемнее. Можно? Почему? Потому что на этом фоне мы будем падающие листочки писать. Мы сделаем подкладочку. Залиссируем. Каким цветом? Вот так вот. Я коричневкой той же красочкой. Я просто их... Вот эти палки все... Так. Ну как вы успели вот это сделать? Хватит пока вам, да? Пока. У вас березка. Вот она. Вот березка. Березка у нас одна. Тут просто деревья. Просто деревья. Мы их наклоняем. Веточки сюда наклоняем. Кусты, которые растут до водолема. Вот они, кусты. Это темно-коричневая красочка. Но не черного. Мы добавляем туда немножко черного. Чуть-чуть добавим. Тут у нас одно березо. Вот так вот оно идет. Вот это другое березо вот идет. Я уже поправляю рисунок. Заодно давайте я и, как сказать, березку тут поправлю. И опять перейдем на эту прополитру. Давайте я возьму тут вот. Чтобы мне удобно показывать было. Я коричневой красочкой беру. И исправляю. Начинаем работать. Потихонечку исправляем. Так, теперь смотрим. На воде надо исправить отражение листиков этих? Конечно надо. А мы их не исправили. Вот сейчас мы их исправляем. Это отражение мы пишем. Пишу отражение вот так кистью я накладываю. О, а тут потемнеет. Да, тут потемнеет. Немножко вот так идет. Отражение потемнеет. Работа и очень быстро, эмоционально. Потому что у нас работа идет. Середина работы уже идет. Это середина работы. Под завершением мы подходим. Какое-то под завершение. Мы же еще не с точки засыпать будем. Тихонечку. Вот здесь уголечек я как бы сделал такой. Ну уголь. Просто уголь. И оставим его. Не будем прорисовывать. Это чистый картон. Мы его не трогаем. Работаем потихонечку. Я поправляю водичку. Отражение поправляем. Здесь можно все посетить. Точно вот. У тебя здоровые. Я вот смотрите. Вот здесь вот еще поправляю. Вот эта часть. Дерево. В живописи масляной мы можем сделать какую-то растяжку. А в глаче мы работаем по-сухому. Потому что картон впитывает. У нас нормально. Получается вот такое движение кисти. Отлично. По-темному пресс писать приятно. Потому что она красочка немножко растирается. С той красочкой. И получается довольно быстрое решение. Так. Теперь мы переходим на верхнюю часть. Так. Вот правую часть. Вот здесь вот дерево. Оно такое немножко извилисто. Ну давайте мы его не будем сильно. Так. Вот оставшиеся листочки какие-то у нас будут. Вот они. Листочки какие-то оставшиеся. Пожелтевшие. Потемневшие. Мы еще тут желтые листочки сделаем. Анатомия дерева. Я стараюсь, чтобы дерево где-то с небом. Я беру даже вот эту краску. Серую. Краску черную мешаю. И кора такая, чтобы серебристая была. То есть она не коричневая кора. Она серебристая. Не зря мы вспомнили нашего любимого художника Валентина Серова. Потому что он любил такие работы. Вообще художник был сдержанный. Очень грамотный. В творчестве. Мы их с вами покрываем. Но мы еще здесь не пишем правую листочки. Мы потом. Перехожу на этот план. И с этой стороны. Вот я веточки так вот провожу. И здесь рисуем основную ветку. Вот она ветка основная. На которую будут листочки. И они будут потихонечку рассыпаться. Вот мы эту веточку сюда и отправим. Вот сюда вот. Наклоняем. Листочки пока не делаем. Видите, все просто. Ничего сложного и нету. Очень все просто. Так. Ну давайте дальний панк. Вот чуть-чуть. Я его вот так вот прорисовываю. Чуть-чуть. С этой стороны. Усиливается желтая. Очень сильно усиливается. Вот эта веточка. С этой стороны. Там листочки у нас будут с этой стороны. Ну и осталось только немножко потемнее. Давайте я вот кусочек. Обратите внимание, картон. Он теплый. Он нам подчеркивает. Дерево. Вот это дерево. Вот шмостика подчеркивает. Родители на родительском собрании. Сколько можно теперь. Абсолютно все преподавайте. Берем мастихины. Вот оно. Главное лист. Один выкинуть и такой. Другой коротенький. Когда вы купите себе несколько мастихинов. Одним будете краску убирать маслом. Другим будете накладывать. Вот я беру вот этот покороче маленький мастихинчик. У кого нет мастихина? Другой. На. Полнее забыть вербочек. Мужская солидарность. Ту же самую форму по метру. А тут накладываю. О. Берил. А как удобно она на картоночке. Да, четко все. Мы тебя размешиваем так. Ой, ой, красота. С желтым мешает. Прямо крем. Обязательно. Это охра светлая. Ну, как без желтой. Конечно, желтой добавить. Правильно. Спасибо. Хороший вопрос. Желтой. Вот она. Видите, накладываем. Теперь я беру этот же. И начинаю листочки. Подсыпывать вот так вот. Густенько так, да? Густенько. Вот она. Сначала берем светлая, потом темненькая будем работать. Вот она. Видите, накладываю ее. Красочку. Вот они полетели из точки на мостик. На мостик. Неужели на мостике. Уже на мостике. Долго что-то. Оранжевые будут еще? Обязательно. Оранжевые будут ближе сюда. Вы не отвлекаете. Три варианта будет. Есть свои плюсы, свои минусы. Работа по стихийным. Вот это. Желтая. На мостике. А не видно оранжевые добавляем? Что-то она у тебя исчезла. Ну давайте еще раз ее положу, чтобы он видно будет. Вот я оранжевый. Видно, да? Ну ее видно, но она у тебя как-то растворяется в краске. Ее мало. Кажется, больше не видно. Ну, во-первых, мы не раскраску делаем. Нет, не раскраску. Вот она уходит и превращается к тому же дождик идет. А здесь, на переднем плане, вот мы. Канал YouTube Галина Митцник всегда с вами. Всегда для вас. И только сейчас. Вот они. И как. Оранжевые. Подписывайтесь на наш канал. И будет все у вас хорошо. И будет вам счастье. Вот мы раскрыли ее. Теперь я беру кисточку. Этой же краской. Красочкой. И начинаю поправлять рисунок. Смотрите, вот там вот как. Теперь кисточкой. Вот я поправляю рисунок. Так, добавляю еще раз немножко желтый. В этот же полер я добавляю немножко. Тонах. Усиливаю их. Усиливаю тонах. По всей работе мы проходим. Так, давайте вот здесь, чтобы желтенькая пойдет. Вот она желтенькая. Вот этот кустик на переднем плане на желтеньке. Я его использую, эту желтую краску. Просто желтый набирает вот сюда. На переднем плане на желтеньке. Вот сюда как бы вытаскиваю. А там уходит желтизна, и она превращается в дымку. Тогда будет пространство. Пространство – это воздух. Жилописи. Пейзажа, воздух – это основное. Нету воздуха, нету картинок. Очень часто художников пишут плоско. Раскраски делают. Это не художник. Не серьезный. Пусть приходит к нам сюда, и я их научусь. Как работает крама. Вот это дальние планы. Заодно беру коричневую краску с той палитрой, которая есть. У тебя, видите, домные листочки по воде. Лис домные пошли. Я-то ее избираю. Как бы проходим по всей работе. Вообще подчеркиваю листочки. По всей работе я не тарахлюсь. Слушай, как зазвенела вода сразу. Я на нее смотрела сейчас. Я думаю, что-то она какими-то кусками. А вот для чего? Что мы ее сейчас отражение не сделаем? Думать невозможно. Большинство думает, а не работает. Вот, и она сейчас как раз обыгралась в это место. Очень красиво. Мы вот так, видите, вытаскиваем передний план. Я вам покажу. Прямо учу, да. Работа, которую преподает преподаватель, она не должна быть закончена как таром. Это я не знаю. Здесь показан ход действий каждой движения. Как оно должно быть. Это вопрос сложный. Я по всей работе, вот так вот тут немножко листочки. И вот видите, обратите внимание, ближе туда вверх, я желтизну убираю. Она не может, она даже растяжка, то она вверх идет. Вот так вот. Ну и заодно тут корючинки вот темные уже добрались. Давайте я тут темные листочки вот эти. Темные листочки. И они вот сюда падают. Самое интересное, что на вот этой палитре, которую мы не выбросили, я еще к гуашу, она растворяется, к гуашу водой, и можно работать ей без конца. Масло нежелательно. Старые палитры масляные выбрасывайте. А вот на буаше можно пользоваться и еще вторичной палитрой. Так что это удобно. Она удобно идет. Вы видите, по всей работе я сейчас прохожу. По всей работе. По всей работе, по всей работе, поправляю. Потому что мы ее раскрыли. Так, теперь здесь у нас, что у нас тут? Трава здесь. А почему бы ее не положить сюда вот так? Старая трава наклонилась, у нас его брынчик сюда идет. Вот мы ее сюда вот так в желтую. Добавляю охры. Добавляю белил. Охры белил. Но в основном белил. И я должен поправить, по всей работе пройти. Так, вот я поправлю вот здесь вот листочки на переднем плане, очень активно. Вот я их выложил вот так вот. В переднем плане. Листочки. Надо еще мостик поправить. Вот листочки видите. Вот я их поправляю. И пройду сейчас по всей работе. Давайте вот здесь вот немножечко. Листочки так вот. Ну и заодно раскрою. По всей работе. По всей работе. Теперь я беру коричневую красочку. Вот она коричневая краска. Коричневая. Желтая мешаю. И поправляю здесь работу. Чемочечко. Так. В общем, водичку направляю. Тут вот передний план. Отражение посветлее. Давайте я сделаю. То есть по всей работе. Так. Здесь. Я много летать не буду делать. Раз поработать. По желтому я теплые листочки вот так вот складываю. Хорошо. Она вот удобно. Видите, как я беру. И вот так вот. Отправляю работы. Здесь. Заодно исправляю. Березка. По всей работе. По всему холсту или картону. Так. Вот. Исправляю. И передний план я беру. Давайте я тут передний план. Заодно и подпись поставлю. Листочки. Так. Теперь я беру вторую кисточку. Добавляю черный. И тут подпишусь. И оторву. И. 2003. А букву А не пишешь? А то у нас много митцников. Это АП. Да. Так. И теперь я беру. Отрываю. Зачем отрывать-то мы еще смотрим. Так. Поправить еще можно. Мы ее умирем. Мы с вами раскрыли работу. Здесь на переднем плане. Вот я сейчас смотрю, где, например, можно вот еще мостик поправить. Сосочки вот здесь вот почернее сделать. Давай сейчас трогать не будем. Все, все. Не следите. Дальний план мы стараемся не делать. Мы только как бы раскрываем по работе. Ну, на этом мы же не делаем. Чтобы прописывать эту работу, нужно еще одно занятие. Вот у вас, а эта работа как бы, ну, она уже прописная. А эта работа раскрытая. Это называется этюд, учебный этюд. Первый этап. Прописной работы. Зачем нам две одинаковые? С вами была изо-студия для взрослых и детей. Вел мастер-класс Александр Мицник, член Союза художников Российской Федерации. Вот эту полипалитру, вот она удобно. Я, давайте, я сейчас ее покажу. Убираю, и будет у нас следующий урок. А это уже... Аккуратно снинаем. Догну вам квадратиком. Это для следующего урока. Очень удобно. Рекомендую. Была изо-студия для взрослых и детей, докажет дорожников, Екатеринбург, улица Челюскинцев, 102. Мы находимся в этом прекрасном помещении. Каждое воскресенье с 11 до 3 мы проводим эти чудесные мастер-классы. Сейчас у нас идет программа по гуаши. Как работать гуаши. Гуашь самая простая, детская. Ну, вот такой прекрасный мастер у нас. Сейчас мы пройдемся по всем работам. Кто, что служил. У нас очень много учеников. Вот они там в зеркале сидят. Работают. Сейчас мы их покажем. Какие они молодцы. К нам приходят люди, которые вообще не умеют рисовать. И вот под руководством Александра Митсника создают такие прекрасные шедевры на наших мастер-классах. Так проходят наши уроки. У нас до 25 человек сюда входит. Сегодня чуть поменьше. Потому что постепенно люди отсеиваются. Это неплохо. Ну, вы если насыпали, как-то не попаду в вашу мель. Это не исключительно. А вы, вон, отец. И я вот пошел в зубы. Пошел. Пластейки. Я художник. У тебя очень тут хорошо. У тебя дальше лучше будет. Тоже ходи, не бросай. Догревайся. Оно проснется в тебе. И я все. Ну, ты так, кажется, это... Продолжение следует...